Викторина «Энергозаряд» проводится в рамках работы профильной смены «Школа молодого энергетика». Это направление работает в Анапе только второй год, но уже стало весьма популярным. На этот раз в детский центр приехали участники из 20 регионов нашей страны. Мы, естественно, заинтересованы в привлечении, в воспитании мотивированных кадров, мотивированных молодых специалистов. Естественно, это первая задача. Второе, когда мы готовили эту игру, мы, конечно, хотели, чтобы ребята, которые съехали с разных регионов России, почувствовали себя командой. Викторину организовали специалисты электросетевой компании «Кубанинерго». Для пяти команд было подготовлено четыре конкурсных задания. Задействовано порядка 70 человек. В профильной смене у нас участвуют дети от 10 до 17 лет. Они являются школьниками и как раз-таки сейчас они на пороге определения с будущей профессией. И с тем, куда идти учиться. Поэтому я думаю, что эта профильная смена поможет им в дальнейшем определиться со своей профессией и направлением в будущем. Первое задание – история энергетики. Участникам необходимо собрать пазлы с изображением изобретателей, которые внесли свой вклад в развитие отрасли. Кроме этого, необходимо рассказать, чем именно они занимались. Второй этап игры – конкурс капитанов на тему энергетика страны. Руководителям команд нужно расшифровать по аббревиатуре название энергетических объектов. Здесь они смогли блеснуть своими знаниями. Святослав Мельников из Красноярского края. Он не только расшифровал, но и подробно рассказал о работе предприятий комплекса. Здесь, на смене молодого энергетика, я оказался благодаря конкурсу Международного инженерного чемпионата «Кейс Сын», где мы с моей командой из трех человек защищали проект «Стратегия развития топливного энергетического комплекса России». И, собственно говоря, эти знания я получил во время подготовки к этому конкурсу. Собственно говоря, мы стали победителями, поэтому сейчас я здесь, и сейчас я блистал своими знаниями, которые получил. Как экономить электроэнергию и правильно распоряжаться энергетическими ресурсами, не нанося вред экологии? Какими должны стать альтернативные источники энергии и в чем их плюсы? На эти и другие вопросы команды должны были не только ответить, но и представить доказательства правильного решения. Интрига, кто же станет победителем викторины, сохранялась до последнего момента. В результате первой стала сборная команды «Грин Пауэр». Сначала, я с вами согласен, было очень сложно из-за того, что большинство людей у меня не в отряде, я их вижу первый раз. И было сложно наладить вот это взаимодействие, особенно с дальней частью стола. Но я считаю, что мне как капитану это позже удалось. И, соответственно, в заданиях, где нужна была вся команда, мы действовали как единый механизм. И это помогло нам победить. Всем участникам игры были вручены подарки – современные настольные игры. Работа профильной смены продлится до конца октября. За это время ребят ждут диалоги и мастер-классы, посвященные знакомству с современными энергетическими технологиями, творческие и игровые мероприятия, создание 3D-макетов энергетических объектов, интерактивные квесты и игры. Важное значение для сменовцев будут иметь встречи с представителями различных энергокомпаний, которые посетят ВДЦ «Смена» в течение двух недель, в том числе делегация из Японии. Руслан Душевский, Анапа. Регион.